Вы смотрите Израиль за неделю. Приход к власти в Белом доме Дональда Трампа в Иерусалиме, как известно, был воспринят очень положительно. Однако в Израиле высказывают опасения в связи с резким ростом антисемитизма в США. Случай вандализма на еврейском кладбище в Сент-Луисе не остался без внимания в Израиле. Можно ли говорить о росте антисемитизма в Америке и как это отразится на отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном? Об этом мы и говорим с доктором Шмуэлем Барнаем из Иерейского университета, специалистом по изучению антисемитизма. Добрый вечер, Шмуэль. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что произошло на этой неделе в Сент-Луисе. Мы видели даже кадры вице-президента Майка Пенса, который лично приехал показать. Это, наверное, показательная акция, показать, что такого не должно быть в Америке, в стране, где полный плюрализм, где все нации чувствуют себя свободно. И это, на Ваш взгляд, вызвало серьезную озабоченность в Иерусалиме? Мне тяжело слудить, я не представляю официальной организации в Иерусалиме. Это вызывает озабоченность в еврейских организациях, в первую очередь в США, но и во всем мире, в том числе и в Израиле. Все-таки это довольно большой инцидент. Более 100 могил, чисто технически представим себе, это не какой-то такой маленький церковный погост, покосившийся крестами. Это довольно монументальные блоки, которые надо было прийти и повалить. Это не мог сделать один человек или два человека. Это надо было время, силы, энергии. Это надо было какая-то, может быть, машина или бульдозер, или что-то. То есть это было хорошо организовано. То есть на Вашей памяти такого давно не было или вообще не было в Америке? Такое случается периодически в Америке. Скажем, будем откровенны, вандализм не самое страшное преступление. В конце концов, памятники можно восстановить. Я напомню, апрель 2014 года, Канзас-Сити, когда бывший член Куклус-клана, и эта организация, существующая по сей день, это не из советских учебников, где ильинографы не чуют, это реальность, открыл огонь по людям на парковке возле еврейского центра и убил трех человек. Кстати, двое из них шли в это время в церковь, они не имели никакого отношения к евреям вообще. То есть преступления, к сожалению, бывают более существенные, скажем так, с человеческими жертвами. Это случается, к сожалению, время от времени. Такой акт вандализма, он просто очень крупный, можно сказать. Отдельные акты вандализма. Это дает повод многим, особенно противникам новой администрации, говорить, вот вы хотели, вы получили Трампа, и вот теперь вам нужно жить с тем, что происходит. На самом деле, насколько вообще можно говорить об изменениях, или же такие факты начались еще во время администрации Обамы, если бы, опять же, 2014 год, это Обама, это не Трамп. Насколько можно вообще как-то так обобщать ситуацию, и говорить, что вот из-за прихода Трампа ситуация такая на еврейском кладбище? Любое обобщение искажает ситуацию. Это началось не с Обамы, и не с Трампа, и не с Джорджа Буша, младшего, и не с Клинтона. Это было на протяжении многих и многих лет. Для Америки антисемитизм, это никогда не было мейнстримом, это не Европа, слава богу. Но всегда были крайне правые круги, маргинальные, которые антисемитизм считали частью своей идеологии, зачастую включая туда же антикатолическое движение, антигейское, антиисламское, в зависимости от исторического периода. Теперь обвинять в том, что пришел Трамп, и это все случилось, можно вспомнить, когда пришел Обама, сколько было вопросов к священнику церкви, в которой он ходил, который допускал резкие антиизраильские, антисемитские высказывания. Сколько было вопросов по поводу Nation of Islam, нации ислама, такой афроамериканской исламистской организации. Да, сам Обама пытался убедить всех, что он никакой не антисемит, когда многие говорили, что его связи, якобы, что он там сочувствует мусульманским братьям в Египте, это скрытый антисемитизм. То есть, как-то пытались копаться в его биографии, что он делал в Индонезии, в детстве практически. То есть, это не чуждо для Америки, вы говорите? Это не чуждо для Америки. Хорошо, Шмоль, а вот ситуация, при которой, когда говорят, допустим, борьба с террором, то есть какие-то превентивные меры, да, там, собирают какую-то разведку, информацию, знают о подготовке подобных акций. Насколько, опять же, исходя из вашего опыта, такое ведется против антисемитских выходов? То есть, скажем, полиция, например, имеет какие-то разведданные, что есть какая-то группа, которая собирается массово прийти на еврейское кладбище, я не знаю, громить могилы, или это не ведется, только когда речь идет о терроре? Ну, во-первых, надо, конечно, спрашивать американских полицейских. Нет, я говорю, были ли случаи в истории, когда кого-то арестовали до того, как он пошел громить еврейские могилы? Насколько я знаю, работали с ультраправыми, и таким образом выходили на какие-то подготовку акций против евреев, или против мигрантов, или против мусульман. Это происходит и в Европе. Да, но это, как бы, можно сказать, косвенно работают по ультраправым организациям, которые пытаются, допустим, добыть взрывчатые вещества. То есть это не только относится против евреев, а вообще как правая организация. Хорошо, в Европе вы ощущаете, вы видите рост антисемитизма с учетом прихода Трампа в Америке? То есть говорят, вот сейчас все будут смотреть, как в Америке пришли правые, давайте мы в Европе тоже поднимем голову, или же нет связи между тем, что происходит в Америке и в Европе? Это не совсем прямая связь, на мой взгляд. В Европе своя история и свое развитие, своя динамика. Приход Трампа он и в Америке не привел, как я уже сказал, он не привел к тому, что вдруг появился антисемитизм. Что объединяет, это рост, во-первых, популизма, а для популизма обязательно нужно найти козла отпущения. Это могут быть мигранты, это могут быть геи, это могут быть женские организации, это могут быть евреи, это могут быть кто угодно. В зависимости от ситуации, рост популизма, с одной стороны, Трамп, кстати, яркий представитель этого движения, с другой стороны, неудовлетворенность эстеблишментом, она и в Америке, она и в Европе. Но напомню, что в Европе правые организации и даже ультраправые организации значительно более мощные. Они представлены в парламентах европейских, в той же Франции национальный фронт, в Венгрии Йобик, в партии Вильдерса, в Голландии партия Вильдерса. В Австрии вообще беспрецедентный случай. Совсем недавно, два месяца назад, в декабре, третий тур выборов, и только усилиями всего австрийского политикума, от умеренно правых до ультралеваков, удалось провести в президенты противника партии свободы, независимого кандидата. Можно было ожидать, что при таком широком объединении всего австрийского общества, учитывая бэкграунд Холокоста и вины немцев, австрийцев за Холокост, можно было рассчитывать, что победа будет тотальная, 90-10, 20-80. Нет, после такого объединения мы видим еле-еле 52, по-моему, процента австрийцев. То есть половина австрийцев после всего этого готовы были проголосовать за представителя правой, ультраправой партии с неонацистским бэкграундом. Ну что ж, Шмуль, у нас закончилось время. В Америке мы, слава богу, такого не видим. В Америке приходят и уходят, а тема антисемитизма, к сожалению, остается актуальной для многих стран мира, и сейчас, по всей видимости, она актуальна и в Америке. Доктор Шмуль Барнай, еврейский университет в Иерусалиме, большое вам спасибо. Спасибо вам.